Музыка Здравствуйте, уважаемые выпускники! Сегодня мы с вами поговорим о том, как выполнять задание А5. В кимах ЕГЭ вы встретите следующую формулировку задания. Укажите предложение с грамматической ошибкой, нарушением синтаксической нормы. Ошибки в построении предложений могут быть разные. И от того, какая ошибка попадется вам в кимах, зависит, как вы будете выполнять это задание. Вам могут встретиться предложения с ошибкой потребления однородных членов, с причастными оборотами, с именами собственными, с производными предлогами, с двойными союзами, с использованием цитат и со словами «все кто», «все кто» и другими. Подробнее остановимся на каждом из видов ошибок. Первое – это однородные члены предложения. Обратите внимание на предложения. Музыка, звучавшая из окна и которая привлекала внимание прохожих, запомнилась всем. Не могут выступать в качестве однородных членов предложения «причастный оборот» и «придаточное предложение». Союз «и» должен соединять только однотипные грамматические конструкции. То есть предложение должно быть либо два причастных оборота, либо два придаточных предложения. Исправление, возможно, двоякое. Либо музыка, которая звучала из окна и которая привлекала внимание прохожих, запомнилась всем. Либо музыка, звучавшая из окна и привлекавшая внимание прохожих, запомнилась всем. В первом случае однородными выступают придаточные предложения, во втором случае – причастные обороты. Следующее предложение с однородными членами. Этим летом Игорь мечтал о поездке за границу и что он поступит в университет. Не могут выступать в качестве однородных дополнения, выраженные именем существительным, и придаточные предложения. Союз «и» должен связывать только однотипные синтаксические конструкции. Вариант исправления предложения возможен следующий. Этим летом Игорь мечтал о поездке за границу и о поступлении в университет. Два дополнения выражены существительным с предлогом. Или этим летом Игорь мечтал о том, что поедет за границу и что поступит в университет. В качестве однородных выступает придаточное предложение. Следующее предложение. Настя любит волейбол и кататься на роликах. Нельзя в одном предложении сочетать как однородные члены имя существительное и инфинитив. Союз «и» запоминаем, связывает только однотипные синтаксические конструкции. Настя любит играть в волейбол и кататься на коньках. В качестве однородных выступает инфинитивно. Народ постепенно отвыкает любить кого и восхищаться кем добрым царем, который поможет всем. Мы видим с вами ошибку следующего содержания. Однородные сказуемые относятся к разным словам. Народ постепенно отвыкает любить царя и восхищаться им. Только в таком виде предложение будет звучать без грамматической ошибки. Следующий вариант. Пресса не только следит за ситуацией в регионе, но и во всей стране. Для нас как интересен образ Раскольникова, так и образ Сони Мармеладовой. Недопустимо, чтобы части двойных союзов, не только но и и как так и, связывали разные части речи, отвечающие на разные вопросы. Пресса следит за ситуацией не только в регионе, но и во всей стране. В данном случае союз связывает два имени существительного. Для нас интересен как образ Раскольникова, так и образ Сони Мармеладовой. То же самое. Лев Николаевич Толстой наделяет Кутузова редкими душевными качествами. Справедливость, благородство, простота. Однородные члены, которые следуют за обобщающим словом, должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово. Толстой наделяет Кутузова редкими душевными качествами, чем справедливостью, чем благородством и чем простотой. Толпы людей были повсюду. На улицах, площадях, скверах. Запомните, ребята, нельзя при перечислении однородных членов опускать разные предлоги. Можно отбрасывать. Только одинаковые предлоги. Толпы людей были повсюду. На улице, на площадях. И этот предлог мы убрали. Но повсюду в скверах. В Кимах-ЕГЭ вам может встретиться предложение с неправильным употреблением причастных оборудов. Как это может выглядеть? Приехавшие отдыхающие в санаторий сразу прошли в холл. Мы переместили в этом предложении определяемое слово внутрь причастного оборота. Что в принципе недопустимо. Только приехавшие в санаторий отдыхающие сразу прошли в холл. Такое предложение имеет право на существование. Еще один вариант употребления причастного оборота. Ярким примером, иллюстрирующей проблему, может быть произведение Распутина. Причастие и определяемое слово должны стоять в одном числе, падеже и согласоваться в этих категориях. Ярким примером, каким примером и иллюстрирующим проблему, может произведение Распутина. Лес тянется с севера на юг, состоящий в основном из хвойных деревьев. Если мы рассмотрим это предложение в том виде, каким мы увидим сейчас, то причастный оборот относится к слову юг. На деле же причастный оборот относится к слову лес. Таким образом, причастный оборот должен стоять после имени существительного, после определяемого слова для этого причастного оборота. То есть лес, состоящий в основном из хвойных деревьев, тянется с север на юг. Следующая ошибка связана с неправильным употреблением имен собственных, которые заключены в кавычке. Название газет, журналов и так далее. Андрей прочел в журнале «Новом мире» статью о планетах Солнечной системы. Запомните, ребята, что название произведения, заключенное в кавычке, и данное после родового слова, в данном случае это слово «журнал», должно стоять только в форме именительного падежа. То есть Андрей прочел в журнале «Новый мир» статью о планетах Солнечной системы. Однако название, заключенное в кавычке, и данное без родового слова, изменяется по падежам. В «Новом мире» Андрей прочел статью о планетах Солнечной системы. Следующий вид ошибок – неправильное построение предложений с производными предлогами. Благодаря нашей настойчивости и хороших знаний мы успешно сдали ЭГЭТ. Ребята, запомните, что производные предлоги благодаря, согласно и вопреки употребляются только с дательным падежом, ни в коем случае не с родителями. Поступать благодаря чему совету, действовать согласно чему указаниям, прийти вопреки чему желанию. Таким образом, исправляя предложение, мы получаем следующее. Благодаря чему нашей настойчивости и чему хорошим знаниям мы успешно сдали ЭГЭТ. Вам может встретиться предложение с неправильным употреблением предлога «по». По прибытию в Москву, он почувствовал себя плохо. По приезду в Венецию я сразу посетил несколько достопримечательностей. По завершению строительства рабочие оставили на объекте идеальный порядок. По окончанию курсов английского языка я получил сертификат. Ребята, предлог «по» значений после чего-либо употребляется с именем существительным только в форме предложенного падежа. То есть, по прибытии в Москву, по приезде в Венецию, по завершении строительства и по окончании курсов. Обратите, пожалуйста, внимание на употребление двойных союзов. Не только нои и как так и. За четыре года в Сочи построены не только новые спортивные объекты, а также дороги и мосты. Постоянными являются только части двойных союзов. Как так и не только нои, не столько сколько, не так как, хотя и но, не то чтобы, ну а если нет, то перемешать эти союзы друг с другом невозможно. То есть, за четыре года в Сочи построены не только вторая часть союза, новые спортивные объекты, но и дороги, мосты. Неправильное построение предложений при цитировании. Встречается не очень часто, но, возможно, именно вам попадется такое предложение. Поэтому обращаю на него ваше внимание. В своих воспоминаниях Короленко писал, что всегда я видел в лице Чехова несомненную интеллигентность. Ребята, ни в коем случае нельзя при использовании цитат в качестве предаточных и изъяснительных в них употреблять личное местоимение «я». То есть, Короленко писал, что он видел в лице Чехова несомненную интеллигентность. Обратите внимание на такие обороты. Все кто те, кто никто из тех, кто каждый. Никто из тех, кто каждый, кто. Например, никто из тех, кто был на войне, не могут думать о ней в романтическом смысле. Все, кто хоть раз побывали в горах, никогда не забудут восхитительный запах цветов царапийских луков. Ребята, если вы видите такие формы речи в вашем предложении, вы должны знать, что слова «те» и «все» используются с глаголом сказуемым во множественном числе. Слова «никто из тех» или «каждый» используются с глаголом сказуемым в форме единственного числа. Если же у вас слово «кто», то и здесь глагол сказуемое вы используете в единственном числе. То есть, никто из тех, кто был на войне, не может, единственное число, думать о ней в романтическом смысле. Все, кто, и глагол внестом числе, хоть раз бывал в горах, никогда не забудут восхитительный запах цветов царапийских луков. Спасибо, ребята, за внимание. Я надеюсь, что сегодняшнее наше занятие поможет вам справиться с заданием части А5. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»